Еще один вариант для постановки правильной техники, как в становой, в приседаниях и в работе с гирей. Для этого мы будем использовать жгут. Крепим жгут на уровне пояса. И, соответственно, одеваем себе на пояс. Фиксируем вот уровень пояса. Значит, здесь ключевым моментом будет то, что как только мы отходим, у нас создается натяжение, нагрузка. Нас уже тянет. То есть мы создаем правильную механику для наклонов в той же становой тяге. Либо на оборот в приседе. То есть у нас таз начинает работать первый. При возврате не надо сильно уводить в нее. Достаточно будет вот таз ушел, выпрямится. Мы уже прорабатываем так называемый ягодичный мост. То есть получаем два упражнения в одном. Итак, первое это становая тяга. То есть взяли, отошли, создали натяжение. И, используя натяжение, делаем упражнение. Как наклон, становая, так и приседания. То есть первым у нас уходит таз. Таз идет первым. Не плечи уходят, как ноги делают ошибочно, а именно таз. Таким же образом мы, в общем-то, можем делать и махгинь. В каждом из этих упражнений мы берем относительно небольшой вес и работаем на количество раз 30-50. Если это делаем в тренажерном зале, например, делаем становую, используя штангу, то, скорее всего, зацепиться будет нет за что. Надо будет попросить партнера, чтобы он подержал и натянул резину. Количество в трене там будет меньше, поэтому резину можно брать пожестче. Опять же, сильно не надо бояться и стремиться уйти, как многие ошибочно берут вес, и так как есть резина, уходят куда-то вперед. Нет. Центр тяжести остается в гире. Таз ушел назад. Центр тяжести остался на месте. Это важный момент, который стоит учитывать. Еще раз. Таз уходит назад. При возврате включается поясничный, ягодичный мозг. И при этом мы продолжаем отрабатывать нужное нам упражнение. Пробуйте.